здравствуйте мои дорогие здравствуйте моя семья моя интернет семья ну и все кто только что к нам присоединился сейчас буду делать скажем так молоко на основе овса причем овса цельнозернового очищенного отмоченного в воде заранее сутки сначала промываю хорошо потом ставлю отмачиваю вот на основе на этой основе но здесь примерно 3 столовые ложки овса он уже мягкий у меня и у меня всегда запас замоченных разных семян или зерновых культур у меня всегда запас пророщенных семян но сейчас не об этом вот это наша основа вы знаете это будет уникальная вещь потому что когда мы вот такое зерно соединяем с семенами тыквы а это богатый источник цинка элемент который стимулирует работу мозга кстати если в организме нет недостатка цинка то о рви излечиваются намного быстрее я хочу чтобы вы об этом знали кроме того это проверенное веками натуральное средство против паразитов они содержат ядовитый для них кукурбетин я про него рассказывала запомните запишите кукурбетин уже кто знает тут записано вот это убийство для всех видов паразита паразитов и так а для самого человека безвредно и даже полезно теперь вот орешки грецкие похожие на мозг ну и конечно же отвечают за работу мозга и не только мозга прекрасно для печени чистильщики сосудов и понижают вредный холестерин но еще ваше внимание хотела в этом рецепте обратить на семена подсолнечника вы скажете да что там семечки вы знаете что семечки это настолько популярный продукт был у наших дедушек и бабушек и прадедушек и прабабушек а я вам скажу почему он спасал и от голода в том числе и насыщал организм заметьте магнием калием кальцием фосфором железом и нашлось еще место антиоксидантом которые только недавно узнали что они борцы за наше долголетие против рака а самый популярный из них здесь король конечно же селен он укрепляет иммунитет и наши предки замечали что организм насыщается и люди не болеют поэтому в народе они стали очень популярными дальше красавчик кунжут кунжут о его еще знаете как называют его называют сезам очень ценное кунжутное масло кстати оно не дешево стоит у нас но я при возможности стараюсь покупать его в 100 грамм семян 1100 миллиграмм кальция это огромный источник лучше есть его сырым говорят казино казинаки полезны это не сырой и там очень много сахара сахар это хорошая среда для плохих бактерий и для плохих и питания для клеток я не буду называть каких плохих скажем так поэтому лучше есть его сырым можно слегка подсушить слегка никакой остеопороз вас не возьмет если вы крушаете это профилактика остеопороза вообще мое питание направлено на профилактику посмотрите лен лен это желудок и поскольку я заливала слегка теплой водичкой смотрите как кисель я всегда это делаю потому что мне вот эта жидкость сначала промываю хорошо а потом мне и эта жидкость нужна здесь как раз вот сюда она пойдет то же самое с этой жидкостью я делаю и не только часть я отолью это мой тоник для лица вот этим я протираю сливаю чуть-чуть как только делаю всегда протираю как только делаю всегда протираю следите за личиком за своим всегда следите за ним каждый день масочки каждый день даже вот такая вот простая масочка Вот, сутки отстоялось. Сливаете чуть-чуть и протираете, тонизируете лицо. Это изумительная, изумительная вещь. Ну вот, ну и мед. Мед это то, что будет вытягивать из этого всего и работать уже внутри организма с этим совсем. Вот это повысит ваш иммунитет, восстановит даже самых ослабленных деток, самых ослабленных людей, людей в возрасте. Подарит красоту вашему лицу, вашим ногтям, вашим волосам. Уникальный продукт. Если вы думаете, что здесь много калорий, нет. Если вы правильно употребляете. Вот это вот все у меня на семью выходит вот так. Это на почти полтора литра. Почти полтора литра здесь. Даже чуть больше. Вот такое количество то, что надо. Главное регулярность. Вы можете это использовать три раза в неделю. Но регулярно. Не бросайте. Не пренебрегайте семенами и орехами. Никогда. Вот это сделает вас красивыми. Вы говорите, почему блестит лицо. Ну я имею ввиду, это не жирный блеск, а такой блеск фарфоровый, скажем так. Лицо становится фарфоровым, красивым цвет лица. Вам не надо ни лазерная, ни какая чистка, ни шлифовка. Вот ваша шлифовка изнутри и снаружи обязательно протираем лицо и делаем все те маски, которые делаю я. Это изумительная, изумительная вещь для красоты. И еще, может быть я этого не говорила, но ядрышки грецких орехов, я наверное забыла сказать, для людей, имеющих заболевание щитовидной железы, очень нужно, потому что богат йодом. Йодом. Ядро богато йодом. И это кровоостанавливающие, антисептические, противоглисные, так же, как и семена тыквы, противоглисные. Грецкие орехи, они богаты белком, клетчаткой, витамином С, В, Е, магнием, омега, омега-3. И улучшает обмен веществ всего нашего организма. Особенно рекомендую употреблять тем, у кого больная печень. Вообще, на печень, это король печени, скажем так, и король мозга. Потому он и похож на мозг. Ну и начнем. Делать вообще все это очень просто. Давайте попробуем. Я люблю такие делать коктейльчики, и я очень часто их делаю. Сейчас я открою и загружаю для начала самое первое. Вот слегка солью водичку. И вот так вот добавляю одну чашку зерна овса. Все, зерно овса ушло. Отлично. Просто замечательно. Дальше. Дальше я добавлю вот семечки и кунжут. Вы можете записывать. Дальше орешки и семена тыквы, естественно, почищенные. И чуть-чуть здесь вместе со слизью. Мне это именно так и надо. Семена льна. Готово. Дальше, дорогие мои. Одну ложку. Вот этот рецепт, кстати, он один из самых-самых удачных. Одну ложку столового меда. Вы можете больше. Я бы вообще мед не ложила. Но он вытягивает из организма все, что мне нужно. И теплую водичку. Я наливаю, повторяю, теплую воду. Хорошо теплую. Настолько хорошо теплую, что с нее даже немножечко идет пар. Но не горячую. Но не кипяток, конечно же. Потому что лопнет и стекло, и все, что только можно. Потом буду добавлять еще. Так. Ну, начнем делать, создавать красоту. Так. Я сейчас выключу, чтобы вам не мешать. И продолжу этот процесс. И посмотрим, что у нас получится. Получается вот такая вот масса. Видите? Вот такой вот коктейль. С крупинками. Если вы хотите молоко, вы можете просто процедить. Через марлю, или через ситечко, через что угодно. Я? Нет. Мне вот это нужно для того, чтобы почистить стенки кишечника. Это действует как отруби. Вот хлеб с отрубями. Там та же самая история. И, а представляете, мы орешками полностью чистим. Все выходит, счищается кишечник. Это прекрасная метла для кишечника и для нашего желудка. Так. Теперь я добавлю сюда еще один стаканчик теплой водички. Раз. И опять. Я вот так вот постепенно стаканы добавляю. Один, второй, третий. Можно, конечно, сразу. Но я вот так люблю. Мне кажется, так правильнее готовится. Итак. Наше молоко готово. Наш, скажем так, коктейль. Молочный коктейль наш готов. И сейчас осталось только его разлить. Посмотрите, какая красивая пенка. Ой, какой это коктейль. А вы не представляете, насколько он еще и вкусный, и питательный. Что будет с вами, если вы будете употреблять регулярно этот коктейль? Во-первых, у вас будет изумительная кожа. У вас будут крепкие кости. У вас будет хорошее настроение. Просветленный ум. Чистая печень. И насыщенная. Повышенный гемоглобин в крови. Вот то, что у вас будет, если вы будете употреблять овес в данном рецепте. Так. Ну и все, дорогие мои. Осталось только разлить. Посмотрите, что я добавляю в конце. Раз. Оп. Изумительно. А как это красиво. А как это вкусно. Если вы думаете, что это невкусно, вы ошибаетесь. Это настолько вкусно. А цвет какой. Посмотрите. Это нечто потрясающее. Вот он вот так смотрится. Вот такой вот ореховый коктейль. Что мы добавим? Ну, конечно же, вот эти два ингредиента просто обязаны быть здесь. Это имбирь, корица. Кто-то какао добавляет, кто-то шоколад. Но я не хочу. Имбирь и корица. Какая пена красивая. Ну, все. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Скорее в теплом виде употребляйте. А главное, будьте красивы, здоровы. И здоровы. Не забывайте, что вы дети царя царей. Что вы божьи детки. Все. Все. И мальчики, и девочки. Девочки, вы дочери царя царей. Мальчики, вы сыновья царя царей. Будьте достойны и будьте красивы. Пока-пока. Я люблю вас.